Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работает Ирина Чекунова. А сейчас представляю экспертов нашей программы. Итак, прошу любить и жаловать. Александра Васильевна Автахова, кандидат философских наук, доцент, заместитель декана по проектной и инновационной деятельности юридического факультета Тверского государственного университета. Александра Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Юлия Анатольевна Дронова, кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана по учебной работе юридического факультета Тверского государственного университета. Юлия Анатольевна, добрый день. Добрый день. Уважаемые друзья, сегодня нас за этим круглым столом объединила профессия юриста. Сразу хочу спросить, насколько актуальна она сейчас для современной России, тем более в современных условиях. И помнить в то время, это было, по-моему, 90-е годы, если я не ошибаюсь, когда каждый, наверное, второй выпускник школ, когда его спрашивали, кем ты хочешь быть, то есть в 60-х отвечали космонавтам, то в 90-х дети отвечали, я хочу быть юристом. А юристом почему? Потому что юрист хорошо зарабатывает, это престижная работа, и можно, что называется, везде найти лазеечку и, имея юридическое образование, устроиться на очень хорошо оплачиваемую работу. Уважаемые гости, что сейчас? Ну, что касается восприятия со стороны абитуриентов, я думаю, что, ну, безусловно, оно претерпело какие-то изменения. Наверное, уже не каждый второй хочет быть юристом или экономистом, потому что есть популярные там IT-специальности, да? Да, уже программистам оно, наверное, уже более выгодно. Да, но, в общем-то, спрос не пропадает и не снижается до каких-то минимальных значений. А что касается вопроса о востребованности их впоследствии на рынке труда, то здесь я тоже могу сказать, что вот эта признопамятная фраза о том, что юристов очень много, да? Да, одно время когда было пересыщение даже, да? Да, но, в общем-то, мы всегда говорим, что много, наверное, людей с дипломом о высшем юридическом образовании, да, в том числе полученных не в очень качественных и отвечающих требованиям законодательства в вузах и филиалах, а вот юристов много не бывает. Это наш девиз. Ну, это как любая специальность, да? Ведь это неважно, какая у тебя корочка, да? Это тоже же, наверное, нужно от природы обладать какими-то талантами, чтобы воплотить максимум от этой специальности. Конечно, какой-то особый склад ума тут, очевидно, нужен. И, в общем-то... Ну, хочется добавить то, что хорошую зарплату будут получать только хорошие юристы. Ну, как и в любой специальности, наверное, да, да. Это ведь тоже нужно продвинуться, это нужно себя показать. И нужно действительно обладать определенными навыками, качествами, но их можно развить. То есть не всегда у нас приходят студенты, абитуриенты, да, первокурсники, которые обладают всеми качествами, необходимыми хорошему будущему, там, специалисту в той или иной сфере юриспруденции. Но они умеют развиваться, мы им помогаем в этом, и в итоге выпускаем востребованных на рынке труда специалистов. Это, я все время думала, достаточно, может быть, кто-то думает, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, знать все статьи, ну, как правило, дорожного движения, да. Ведь то же самое, что если человек сдаёт на правила, да, это не значит, что он будет хорошим водителем. Это не значит, что он не попадёт в ДТП. Правильно? И здесь то же самое. Вот я выучил, я знаю на язык, статья такая, часть такая, и всё. Я уже готовый юрист. Что-то мне ещё нужно. Современный массив законодательства, он настолько объёмный, что и, как правило, требуется уметь ориентироваться, ну, если не во всех отраслях права, то хотя бы в нескольких, да, для востребованности на рынке труда. Поэтому главное не знать наизусть это безусловно и очевидно, а уметь найти, уметь применить, уметь истолковать. Вот пытаемся этому обучать. Кстати, в последние годы всё больше и больше новых законов, да, как-то жизнь меняется, и жизнь, говорят, что мы будем скоро вообще уже, может быть, живём в новом мире, в новом порядке мироздания. Сложно, сложнее стало учить и студентам постигать вот в последние годы вашу профессию? Да я бы не сказала, наверное, что сложнее, потому что мы, как преподаватели, стараемся соответствовать духу времени, мы, соответственно, адаптируем весь учебный материал, следим за изменениями законодательства очень. У студентов, естественно, вызываем жаркие дискуссии, когда обсуждаем различные нововведения. Студенты и сами разрабатывают у нас законотворческие инициативы, придумывают какие-то законопроектные работы, связанные с изменением законодательства. Поэтому стараемся отвечать потребностям современной молодёжи. Вот Вы, кстати, Александра Васильевна, сказали, что нужно. Мы развиваем студентов, помимо знания законов, какие ещё предметы преподаются, чтобы человеку, ну, как обычно говорят, высшее образование, человеку нужно, чтобы адаптироваться в человеческом обществе и легче контактировать с людьми, и, что называется, находить, за какую ниточку дёрнуть. Вот перед Вами сидит преподаватель дисциплины юридическая психология. Вот психология, да? То есть психология, она обязательно, юридическая психология, она важна? Ну, преподается она в магистратуре, то есть уже для более высокой ступени юридического образования, и, да, предполагает приложение психологических знаний в сферу юриспруденции. Ну, есть навыки публичных выступлений дисциплины, это на первом курсе, то есть там стараемся раскрепостить, ну, потому что юрист без этого умения. А тем более, если юрист, будущая специальность юриста, допустим, тот же адвокат, да? Это же, а тем более, если это суд присяжный, то это театр, да, кто кого переиграет, кто как убедит, насколько он будет красноречив, это очень важно, да? Поэтому мы вот прям с первого курса стараемся в них это развивать. Потому что, несмотря на их продвинутость, да, вот во многих вопросах, я имею в виду нынешних абитуриентов, наших первокурсников, они порой очень закрепощенные вот в коммуникативном ключе, и поэтому приходится их убеждать в том, что давайте, ребята, раскрепощайтесь, иначе ничего не получится. Ну, и очень много, вот мы, наверное, еще сегодня поговорим всяких возможностей, связанных с дополнительным образованием, с внеучебной деятельностью, которые тоже развивают вот эти... Сейчас есть модный термин, может быть, вам уже кто-то его произносил, soft skills, так называемые, да, мягкие. Это что такое? Ну, буквально перевод «мягкие навыки», в общем-то, подразумевается как раз коммуникация, работа в команде, вот то, что не сугубо юридическое, там, или экономическое, да, но нужно всем... Ну, вообще-то это важно каждому человеку. Конечно. Наверное, может быть, в каждых вузах относительно того, что вот в каждых вузах, вот за этим кругом столом у меня очень часто бывают представители прокуратуры, следственного комитета, которые говорят о том, что да, у нас тоже есть юридическое образование, но у них, у некоторых за плечами профильные вузы, где можно получить юрфак. А чем отличается юридический факультет нашего университета, вот, допустим, от тех же профильных вузов? Ну, у нас на бакалавриате, то есть на первой ступени высшего образования профиль называется «Правопользование и правоприменение». Мы старались этим названием и содержанием учебного плана охватить как можно более широкую сферу возможной будущей профессиональной деятельности наших выпускников. очевидно, что в ведомственных вузах все-таки есть некая такая узкопрофильная направленность. Ну да, уклон, уклон в какую-то сторону. Вот, с нашим дипломом выпускники наши работают успешно и в тех структурах, о которых вы упомянули, и в юридических службах предприятий, и просто в госслужбе. Да, да, да. И государственная служба, то есть здесь, ну если мы говорим о профессии того же адвоката, о котором мы сегодня упоминали, ведь человек должен сначала проработать хотя бы в следствии, да, а потом уже идти на защиту. Но есть такие люди, кто, наверное, сразу приходит в эту специальность, да? Это у кого тоже, опять же-таки, к чему лежит душа? Я думаю, что да, безусловно. Их даже иногда, мне кажется, вот во время учебы видно. Вот этот будущий прокурор. Прокурор. Правда? Да, правда. Это даже, может быть, с первого курса как-то вот закладывается? Это что-то внутри человека должно сидеть или в процессе постижения? Ну, какой-то вот такой, да, есть. Они как-то сами по себе, мне кажется, в процессе обучения. У нас же еще есть такая возможность, студенты сами выбирают себе дисциплины, уже как на более старших курсах, выбирают курсы по выбору. И уже даже его к чему-то тянет, есть какое-то тяготение, он выбирает дисциплины, которые связаны с гражданским профилем. Очевидно, у него есть, так сказать, способности в этом направлении. Либо наоборот, ему нравится уголовно-правовая специализация. Поэтому потихонечку и мы им помогаем, и они сами формируют свое будущее. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь, 300-190, телефон прямого эфира. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, тема дня в эфире. Мы сегодня говорим о востребованности и нужности для общества, профессии юриста. Уважаемые друзья, подскажите, Юля, Александра, давайте нашим телезрителям, радиослушателям скажем, чем отличается, допустим, специалитет, я даже не знала, что такое название, от того же бакалавриата. А бакалавриат, в свою очередь, чем отличается магистратура? И если, допустим, у человека одно, другое, третье, в чем это его ограничивает или дает какие-то возможности? Ну, начнем, наверное, с того, что вот мы все здесь сидящие, я более чем уверена, имеем запись в дипломе о высшем образовании, присвоена квалификация специалист по специальности. Да, у нас юриспруденция, у вас там, соответственно. Инженер-механик химического стремления, что настроение у меня. Да, то есть специалитет это наша традиционная с советских времен система высшего образования, когда за пять лет готовился выпускник, который мог работать везде в сфере своей профессиональной деятельности. И еще тогда в вашу бытность тоже были распределения, как у нас? Или они уже давно отожгли? Нет, я закончила в 1997 году, факультет уже не было. У нас-то были еще распределения, и ты, будь добр, но три года от работы по тому месту, куда тебя отправили. Есть у тех, кто по договорам о целевом обучении поступает, есть квота таких бюджетных мест, и, соответственно, вот тогда они, да, должны отработать в той организации, которая им этот договор о целевом обучении выдала, а остальные трудоустраиваются самостоятельно. Ну так вот, но есть такая тенденция в развитии образования, которая называется интернационализация. Сколько таких вот заумных случаев. Да, означает, на самом деле, то, что мы пытаемся интегрироваться в мировую систему высшего образования, благодаря чему, я уж не знаю, здесь благодаря уместно, но, скажем так, да, в 2010 году мы окончательно перешли на иную совершенно систему подготовки высшему образованию, двухступенчатую, это бакалавриат и магистратура. Специалитет остался, но крайне мало где. Вот у нас, например, наравне с подготовкой бакалавров и магистров по направлению подготовки юриспруденции реализуется еще специальность таможенное дело. Вот почему-то таможенное дело оставило государственное специалитет. Это специализация в конкретное направление, да? Нет, Ирина, это вообще у нас отдельная такая, отдельная наша ипостась, да, то есть это не с юриспруденцией не связано никак, это действительно отдельная специальность с совершенно другим выходом в профессиональную сферу деятельности. Это таможенные органы, это организации, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, то есть мы просто реализуем ее на юридическом факультете, на самом деле она относится к группе экономических специальностей, и мы тоже очень ждем абитуриентов, и она востребована, безусловно. Ну и, соответственно, вот пять лет и все, да, они имеют диплом специалиста. С юриспруденцией ситуация другая. Четыре года наши обучающиеся, имеют честь, так сказать, да, обучаться на бакалавриате, и потом, это первый уровень высшего образования, хотя в отличие от того, как это воспринималось изначально при переходе на двухуровневую систему, когда все говорили, ой, бакалавр это какой-то недоучка, и кому он нужен, надо обязательно идти в магистратуру во второй уровень. Сейчас вот Александр Васильевич даст соврать, и, по-моему, этот стереотип немножечко ушел. Но если объем знаний, человек заканчивается четыре года, получается. Да, да, единственное, вот оговоримся, наверное, все-таки, поскольку вы этот тоже вопрос задали, чем отличается бакалавриат от магистратуры, и какие преимущества имеют выпускники магистратуры на рынке труда, вот есть две очень значимые, безусловно, сферы профессиональной юридической деятельности, в которых можно найти себя только с дипломом магистратуры. Это судебная система и это прокуратура. Потому что по закону о статусе судей и по закону о прокуратуре требуется либо вот прежний наш бакалавриат, ой, пардон, специалитет, да. Специалитет, который был за пять лет. Да, 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 да. Либо бакалавриат, юриспруденция плюс магистратура. Магистратура сколько, два года? Два года. Два года, это плюс четыре, то есть человек учится шесть лет, как раньше учились в медицинском. Да, если мы технарии и прочие, тут же университет пять лет, в медицинском было шесть. Но вот если об этом говорить, у нас, мне кажется, процентов девяносто тех, кто обучается в магистратуре, они работают, они учатся по вечерам и, соответственно, совмещают вполне успешно обучение и, собственно, уже профессиональное. Кстати, заочная, существует система обучения? Знаете, она существует, но она очень узкая, потому что стандарт наш федеральный государственный образовательный разрешает заоченную форму обучения только для лиц, имеющих уже одно высшее образование, либо же имеющих среднее профессиональное образование по специальностям, связанным с юриспруденцией. Ну, например, я скажу, и право, и организация социального обеспечения есть в колледжах, такая специальность права и судебное администрирование. Вот они могут прийти на заоченную форму обучения. Как первое высшее или вот просто, ну, со школьной скамьи заоченное образование получать нельзя. И не потому, что мы этого не хотим, потому что закон это запрещает. Это закон такой, вы тоже действуете в рамках закона. Относительно дополнительного образования у ваших студентов, студентов юридического факультета, дополнительное образование подразумевается какое? Это значит, что я буду юристом, но дополнительно я хочу играть на думре. Ну, не настолько. Не настолько, да? Да, мы предлагаем студентам, во-первых, очень на данный момент востребованные курсы английского языка. И, да, естественно, юрист со знанием иностранного языка, это уже юрист немножечко другой. Это шикарное, да, шикарное дополнительное образование. И сейчас не только курсы у нас есть, и такая возможность студентов объединиться в клуб наших англофонов, он называется. И там студенты под руководством преподавателя обсуждают на английском языке правовые вопросы. Да, совершенствуют свои навыки владения профессиональным, юридическим, английским языком. Еще что говорить о дополнительном образовании. Университет предлагает различные факультативы. Тоже так же студенты сами, как мы уже говорили, формируют свою образовательную траекторию. Кому что интересно. Очень востребованы факультативы, основы психологии. И вот такого плана моменты, связанные именно с развитием навыков, которые требуются современному специалисту, наверное, даже в любой сфере, как мы тоже это уже обсуждали. Ну и очень много онлайн-курсов. Наш университет закупает большое количество лицензий на то, чтобы можно было развиваться. Сейчас, в общем-то, онлайн-образование доступно, и студенты имеют возможность, начиная от IT, и каких-то языков программирования изучать, и заканчивая теми же самыми навыками управления, и какими-то такими моментами, которые, возможно, не всегда в полной мере мы можем охватить в рамках очного обучения. То есть можно совершенствоваться, развиваться, либо вообще открывать для себя какие-то новые возможности. Вот это дополнительное образование тоже высокопрофессиональные учителя, педагоги преподают. То есть уровень не отличается от основного образования, а то дополнительное образование здесь можно немножко схалтурить. Нет, ну что касается программ, которые реализуются в университете, естественно, это все на уровне, это также лицензируется, как и основные программы наши образовательные. Что касается онлайн-курсов, ну, университет старается выбирать серьезные платформы, да, которые абы кого к себе не допускают. Можно найти очень интересные иногда курсы, там, как написать научно-исследовательскую работу на примере жизни котиков, например. Но по содержанию это будет серьезно, профессионально. Ну, привлекают. Молодежь, да. Кстати, сейчас принято в вузах проводить такую профориентацию, например, посещать, если я хочу туда-то, или приходят специалисты из разных ведомств и что-то себе набирают бойцов. Ну, во-первых, конечно, определенная профориентация происходит в период прохождения практики. Да, они прям загораются. Особенно меня удивляет, когда девушки спят и видят себя следователями. Хотя это что-то вообще, вот какой-то тренд. Может быть, это сыграло роль всевозможные популярные сериалы, да, когда видят там таких следователей красивых показов, и вроде бы как все у них получается. Вот, ну и безусловно, мы проводим, конечно, ну, я бы сказала, массу вот таких вот профориентационных мероприятий. Мы разделяем, да, профориентационные мероприятия для абитуриентов, когда мы хотим, чтобы они к вам пришли, да. Профориентационные мероприятия для наших обучающихся, когда мы хотим показать, насколько много, да, в себя вбирает сфера профессиональной юридической деятельности. Ну вот буквально упомяну о мероприятии, которое состоялось, наверное, дней 10 назад. Назвали в моего форсайт-сессия выпускник Юрфака «Что впереди?». Пригласили представителей кадровых служб, ну, я не буду перечислять, ну, большинства правоохранительных структур региона. И вот, ну, к вопросу, да, востребованности, они все говорили, МВД, Следственный комитет, ВСИН, судебные приставы, они все говорили, приходите, ждем. Приходите, ждем. Но у вас же кузница кадров, да, для наших правоохранительных органов? Да, мы... Или многие уезжают? Кстати, если вы отслеживаете судьбу, кто-то рассказывает, что я, например, в Москве, я в Питере или где-то еще, или в Твери осталась? Ну, у нас сейчас отслеживание трудоустройства, это не наше даже хотение, а наша обязанность, потому что мы отчитываемся перед государством о трудоустройстве в первый год после выпуска и далее о проценте, о том, насколько это по специальности или не по специальности трудоустройство. Поэтому отслеживаем. Нельзя сказать, что какая-то очень значительная часть уезжает в другие регионы, но то, что наши себя в Москве находят, это абсолютно точно. Ну, есть какие-то там конкретные примеры, но, наверное, не будем здесь так уж и выдаваться в подробности. Ну, и отслеживание немножко помогает то, что у нас есть такая система, как и в других вузах, вероятно, тьютеры, которые сопровождают студентов на протяжении всего обучения. Соответственно, тьютер уже, ну, какими-то доверительными отношениями обрастает со своими подопечными, и после уже выпуска все равно так или иначе мы общаемся, и студенты сообщают о своих успехах, чему мы очень искренне радуемся. Поэтому в основном можно сказать, что студенты конкурентно способны абсолютно на рынке труда не только Тверской области, но и действительно и Москвы и других регионов. Если наши абитуриенты захотят посмотреть, как трудоустраиваются наши выпускники, у нас на сайте факультета есть специальный раздел «Лучшие практики трудоустройства». А, то есть можно зайти к вам на сайт и все посмотреть. Да, и посмотреть. Я помню, что вот здесь, встречаясь с представителями следственного комитета того же самого, у меня были общественные помощники, следователи, которые вот со студенческих лет, вот они выезжают, как вы говорили, что девочки очень многие хотят быть следователями. Но, может быть, увидев на самом деле вот эту картину реальную, куда ты выезжаешь, побывав на месте преступления, у некоторых такая охота-то пропадает. Вот вы знаете, наоборот, почему-то они еще больше загораются, да, хотя, ну, наверное, потом проработав даже какое-то время все-таки понимают, что тяжеловато это для женщины. Но есть... У нас как раз, как бы это ни удивительно, но сейчас следственный комитет, кто общественный помощник, у нас в основном женский пол. А вообще девчонок, мальчишек больше, кто поступает в что-то, что собой представляет абитуриент нынешний юридического факультета? Мне кажется, какой-то нет такой закономерности прям каждый год, но общая демографическая тенденция, да, конечно, девочек побольше. Побольше, да, девочек побольше. Кстати, вы говорили, что можно учиться заочно, имея высшее образование, возраст какой-то есть, верхняя планка ограничительная, кто может стать студентом. Допустим, ну вот у меня техническое образование, хочу получить юридическое, я могу, могу, да? До какого-то возраста есть или может человек и в 30, и в 40, и в 50 поступить? Хотите и готовы учиться, вы можете учиться в любом возрасте абсолютно. Да, закон не ограничивает. Ага, а как вот формируют группы? Вот вы говорили, что у вас демократичное формирование группы, это что такое? Афалитный принцип, ну потому что действительно они приходят иногда со школьной скамьи и говорят, вот можно я с одноклассником или с одноклассницей буду? Ну мы вот подумали, что если мы один раз пойдем на встречу такой просьбе, то потом будет шквал. Да потом у нас за всем идти, а у каждого найдется какой-то аргумент. Да, и в конце концов надо же уметь встраиваться в команду, да, и в группу. Да, один из навыков юриста. Да, да, поэтому по формирую никто не может сказать, что кому-то там вот разрешили учиться с тем, с кем он хочет, а кому-то нет. Вот я еще смотрю, вот у меня подготавливается в программе, один из вопросов это правовое просвещение, важное направление деятельности юристов. Как юридический факультет участвует в правовом просвещении населения. Возможно, это актуально и в сегодняшний день, потому что мне часто по телефону звонят какие-то люди и говорят, вы теперь имеете право на консультацию юриста. А вот верите мне этому, не верите, то, что я имею право на бесплатную консультацию, это, конечно, безусловно, хорошо. Но так ли это на самом деле? Ну, что касается правового просвещения, мы очень активно студентов вовлекаем в эту деятельность, тем самым мы обеспечиваем формирование, во-первых, профессиональных компетенций наших будущих специалистов, потому что они мало того, что учатся структурировать правовой материал, преподносить его в доступной форме для той аудитории, перед которой они выступают. Но и какими-то, соответственно, профессиональными навыками обладают и, опять же, навыки публичных выступлений тренируют. Правовое просвещение предполагает, что наши студенты разрабатывают занятия на различные темы и проводят их со школьниками. В основном мы работаем школьники, студенты СУЗов, студенты ВУЗов. Очень много злободневных, важных тем поднимается нашими студентами. Мы помогаем в вопросах защиты прав потребителей, социальная защита, все, что связано с мерами социальной поддержки. Это тоже очень важно и очень актуально, и действительно всех беспокоит. Далее мы очень большой блок сейчас проводим, называется проект «Хищные дороги» с школьниками старших классов по поводу обеспечения безопасности дорожного движения. Да, мне сотрудники ГИБДД рассказывали об этом проекте, очень интересно. И действительно он тоже востребованный, где бы мы ни появились и куда бы мы ни позвонили, всегда все очень рады, потому что действительно и вопрос актуальный, и занятия наши студенты, волонтеры проводят на очень высоком уровне и позволяют, что заинтересовать, соответственно, ребят. То есть здесь получается и студенты развиваются и обеспечивают трансляцию правовых знаний, повышение правовой грамотности населения в широчайшем спектре вопросов. Ну то есть здесь не обязательно, вот вы говорите, школьники, студенты, вот в основном аудитория, могут обратиться желающие вообще, потому что вопросов действительно множество. И человек, тот же пожилой человек, он не знает, куда тыркнуться и ищет себе, а ему говорят, это таких денег стоит, это все равно, что нанять адвоката. И никто тебя типа не выразумит, да? Ну на это у нас есть такая особая форма, она в общем-то и учебные деятельности, и одновременно связанная с оказанием бесплатной юридической помощи, которая называется юридическая клиника. Ну это не нами придумано, безусловно, это в юридическом образовании достаточно традиционная вещь. Ну по аналогии, наверное, с медицинскими вузами, да, это церемония появилась. Да, 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 потому что эта помощь тоже часто нужна экстренно. Да, и соответственно, это прям действительно бесплатные консультации. Ну понятно, мы не можем охватить очень большой объем, да, желающих, но студенты под руководством руководителя, который, вот это наша коллега, очень неравнодушный тоже человек, да, к проблемам. Ну это естественно вот малообеспеченные, социально незащищенные слои. И студенты консультируют, например, библиотеки для слепых, это такое вот достаточно традиционное направление в рамках деятельности юридической клиники, поэтому и это тоже для студентов это первый опыт консультации, первый опыт ведения дел, пусть может быть каких-то таких и не самых сложных, безусловно, да, и соответственно в этом наша вот миссия. Бывают очень разные дела, на самом деле, бывают и очень сложные вопросы, студенты погружаются в реальный, то есть это не выдуманная задача, а реальный кейс с реальным живым человеком, с настоящими документами, что, конечно, очень приближает наших студентов к профессиональной и реальной юридической практике. Как действительности, скажем так, да, вот тебе конкретный человек и вот тебе развитие коммуникабельности, да, и решение, и главное помощь, потому что я помню, когда мы были студентами, у нас была реальная помощь в нашей стране, мы выезжали в стройотряды, о развитии которых мы говорили тоже в этой студии возрождается. Да, на картошку обязательно, это были колхозы, и мы как-то реально помогали и убирать урожай, и строить, ну, кто чем, да. А здесь же помощь, я думаю, тем более в современных условиях, юридическая помощь, она крайне актуальна. Безусловно. А, кстати, что можно сказать относительно поступления, кто может и каким образом, что необходимо для того, чтобы поступить на ваш факультет? Ну, в этом мы не сильно отличаемся от всех остальных направлений высшего образования, да, это, конечно же, ЕГЭ. Определенный набор, я, наверное, не буду утомлять сейчас зрителей перечислением, ну, вернее, дисциплины, наверное, назову, которые... Да, если, допустим, человек хочет, что подтянуть? Да, для поступления на направление подготовки юриспруденция необходимо сдать ЕГЭ обязательно по обществознанию, в общем-то, это наш, ну, профильный предмет, потому что там очень большой раздел права, и мы его вот учитываем в качестве приоритетного при равенстве баллов. Русский язык, ну, это, наверное, вполне объяснимо, да, и еще один экзамен абитуриент может выбрать, либо история, либо иностранный язык. Это возможность, опция, да, сейчас модно говорить, связанная с выбором одного из двух предметов появилась только два года назад. И я считаю, что это очень хорошее решение было со стороны Министерства науки и высшего образования, потому что, на самом деле, ну, кто-то действительно может иностранный сдать на высоком уровне, а у кого-то, может быть, нет способностей, да, и он предпочтет выбрать историю. Тем более, что потом он имеет возможность заниматься дальше, совершенствовать свой иностранный язык. Вот, а на специальность таможенное дело, поскольку, как я уже говорила, она относится к укрупненной группе экономических специальностей, да, не юридических, хотя и реализуется на юрфаке Тверского государственного университета, необходимо также сдать общество знания и иностранный язык, общество знания и русский язык в обязательном порядке, и на выбор либо ИКТ, это информационная, ну, информатика, так, наверное, для абитуриентов будет понятнее, или, соответственно, историю, ой, пардон, иностранный язык, да, 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 соответственно, баллы существуют минимальные, это доступно все на сайте приемной комиссии университета, на мой взгляд, он у нас очень информативный и удобный в плане навигации, можно найти все вот эти вот сведения по каждому из направлений подготовки, какой минимальный балл по ЕГЭ требуется для того, чтобы ты мог подать документы на данное направление подготовки, это выше, чем вот школьный порог тройки, как правило, да. Если балла не хватило, человек спал и видел, что я буду юристом. Вы прям вот не бросал глаз. Да, но не хватает мне там какой-то части балла. У нас уже несколько прецедентов есть, когда люди поступают в таком случае на иное направление подготовки, в наш университет, может быть, и в другой вуз, и после первой сессии имеют возможность перевестись на юридический факультет, но сдав при этом так называемую академическую разницу, то есть то, что этот курс уже изучил за это время, да, на которое они хотят зачистить. То есть поступает на другой факультет и может перевестись на ваш, о чем мечтал? Да, 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 если у него эти мечты за полгода. Не развеются, да, не улетят, как ветер. Возможности, она, понятно, не какая-то там всеобъемлющая, не массовая, да, но вот, по-моему, у нас два человека перевелись после зимней сессии из других факультетов. Кстати, говорили, что русский, да, нужно сдавать, а есть возможность ведь изучать сейчас русский язык непосредственно в факультете, да? Студенты-юристы изучают русский язык. Есть курс? Ну, это даже не то, чтобы возможность, это необходимость. Необходимость. Это в программе, да? Это в программе. Что еще интересного в программе, то есть вы формируете разностороннюю личность? Это физкультура, да? Безусловно. Физкультуру тоже предписывает стандарт образовательный. Современный юрист должен физически быть подготовлен. И более, если говорить о том, что они могут стать сотрудниками правоохранительных органов, там физическая форма необходима. И ему, где ему придется сдавать нормативы. Ну, кстати, очень интересно это называется, элективные дисциплины по физической культуре и спорту, то есть они могут выбрать, ходить ли им на волейбол, плавать ли им в бассейне, заниматься ли им фитнесом. Ну, слушайте, даже вот так. Да, это вот так. Наверное, девочки, которые хотят быть следователями, они выбирают фитнес. Волейбол девчонки играют. Слушайте, это просто замечательно. Это как раз я хотела спросить относительно того, вот какие возможности есть у студента, и есть у него творческий потенциал, возвращаясь к тем же самым музыкальным инструментам, или где еще может реализовать себя? Ну, у нас и университет, конечно, очень развит, у нас неучебная деятельность, и на факультете мы соответствующие направления активно развиваем. Ну, естественно, традиционный спорт, у нас очень футбол, причем и женская команда, и мужская очень хорошие результаты показывают. У нас баскетбол, и волейбол, и даже регулярно турниры по настольному теннису происходят именно на факультете. Творческая группа тоже традиционно, студвесны, посвящения, если поете, танцуете. Если вы хотите или имеете склонности к режиссуре, художеству, к чему угодно, естественно, свои таланты можно будет продемонстрировать и приложить. Но у нас есть еще интересные студенческие объединения. Есть такое студенческое объединение, называется «Оперотряд». Это ребята, как раз которые, в общем-то, их склад профессиональный такой направлен на правоохранительную структуру. Тут уже, наверное, не прокурором быть, а оперативным сотрудником. Да, да, да. Они участвуют активно в качестве понятых при совершении различных... О, это всегда проблема. Вот сейчас говорят, получше стало, но раньше это была проблема найти понятого. А тут, в общем-то, наши коллеги из правоохранительных структур активно используют наш вот этот ресурс, звонят, говорят нам на какой-то... Слушайте, замечательно. Я просто знаю, что вот у нас в общественном совете при ОВД долгое время возглавлял общественный совет декан юридического факультета Татуманова. Татуманова, и она организовывала студентов, которые реально ходили, помогали читать, в том числе и лекции, и реально помогали правоохранителям. Да, им это нравится. Ну, эта практика продолжается активно. Активно, очень интересно. Ну, действительно, это такое уже профориентационное направление. То есть студент уже свою какую-то такую нишу имеет. Еще у нас интересное есть студенческое объединение, называется InGroup. Это вообще уникальная структура, потому что студенты самостоятельно самоорганизовались и придумали такое студенческое объединение. То есть и себя показать, и сделать благо факультету активно. Развивают различные проекты, придумывают игры и активности. То есть, условно, не от нас идет уже инициатива в этих вопросах, а от самих студентов, что очень ценно. И мы даем им возможность для самореализации. Ну, и, конечно, какие-то такие традиционные формы, которые вы, наверное, и в Ирин помните, как студенческая весна, посвящение студентам. Да, да, посвящение студентам тоже есть, и это надо готовить. Кстати, сайт делают тоже студенты, которые у вас... Очень большой объем наполнения сайта, да. В основном студенты занимаются ведением социальных сетей, это все-таки более молодежная история. А сайт более серьезно, но студенты тоже, естественно, принимают участие в наполнении. Ну, с учетом того, что большинство освещаемых там мероприятий, это все-таки мероприятия с их участием. Поэтому, конечно, сайт не только для того, чтобы преподавать методические материалы. Слушайте, главное, чтобы время хватило, потому что нагрузка большая. Вот сейчас у современного студента, как вы сами считаете, справились бы сами. Вы знаете, есть студенты, которые успевают и отлично учиться, и при этом еще участвовать и в творческой группе, и в спортивных командах. Но есть студенты, которые ничего не успевают. Это как обычно, правильно организовать время, да? Тайм-менеджмент, да, новое тоже. Это тоже новое слово, да. Новое слово. Поэтому, если человек хочет, мне кажется, он будет успевать все. У нас есть даже студенты, которые не только успевают участвовать во всех проектах. Вот, например, кстати говоря, не обсуждали еще интересная такая, ну, это всероссийская задумка, и у нас она тоже сейчас реализуется. Конкурсы игровых судебных процессов. У нас студенты тоже активно принимают в этом участие. Слушайте, это тоже очень важно. Да. И очень мне понравилось, когда у нас было организовано мероприятие по обмену опытом, когда старшие курсы рассказывали младшим курсам, как вообще это все происходит. Они сказали одну прекрасную идею, которая мне очень понравилась, что ты играешь, и ты не боишься совершить ошибку. Это нереальный судебный процесс. Ты учишься, но при этом тебе противостоит совершенно незнакомый человек или группа людей. Ты видишь эти документы впервые, ты должен готовить позицию. То есть это очень приближено к реальности, что, конечно, их и интересует, и в то же время позволяет им обрасти такими-то документами. А вот, кстати, вы сказали, приближено к реальности, а стажироваться в суд, у вас есть такие, вот, если вот реальный судебный процесс, договориться с судом, что вот это будущее возможно, будущий судья через 20 лет, вот посмотреть, как это все на самом деле происходит, стажировки где проходят? Ну, у нас есть даже конкурс стажировок с крупными компаниями нашего региона, у нас есть соответствующие договоренности, ребята могут пройти там стажировку, в основном летом, они работают. Вот, и уже определяются, действительно нравится ли им это направление деятельности или нет. А то, что вы говорите в суд, это больше похоже, либо это практика, которая не проходит. У нас два вида практики, учебная на третьем курсе и производственная на четвертом курсе, более информативная, глубокая и по времени более длительная. И, соответственно, там в полном объеме, да, и если они в суде, конечно, они присутствуют. Или это может быть суд, или может быть СУСК, или может быть полиция в том числе, да? Это все, что вы сказали, производственная практика, я вспоминаю, как у нас была производственная практика. Я два месяца стояла у токарного станка, вот мой признанок пяти надо было прийти на завод, отработать смену за токарным станком. Это вот у нас была такая производственная, учились сваривать, ну, у каждого своя специализация. У нас станком является компьютерным, нашим станком. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас, сейчас такая пора, жаркая, что называется, для вас, да? Я знаю, что у вас готовится, как традиционно, во всех вузах, Дни открытых дверей. Кого зовете, чем заманиваете? Сейчас вот у нас приближается 26 марта. Мы планируем очень масштабный День открытых дверей. Такая практика у нас впервые. Приглашаем всех желающих. У нас на факультете действует шесть кафедр, и все шесть кафедр готовят различные мероприятия, чтобы продемонстрировать специфику тех или иных отраслей права. Можно я скажу? Да, вот, например, кафедра уголовного права и процесса предложит нашим абитуриентам потенциальное мероприятие, популярное дактилоскопии или что-то такое. А, я уже думала, господи, побывать на месте преступления и подгадать специальное преступление к вашим Днем открытых дверей. Посмотреть частичку того, что там происходит. Да, криминалисты работают, очень интересное современное оборудование сейчас у ребят, у следователей криминалистов. Это очень интересно. Так, что еще? Ну, я, наверное, мы уже, я так понимаю, немножечко заканчиваем, да? Да, у нас у нас 30 больших минут. Можно сказать, я вот даже сама только сейчас, наверное, это осознала, что я в двух ипостащих выступаю в этом году, как преподаватель и заместитель декана нашего факультета и как мама одиннадцатиклассника, которому предстоит сделать выбор. Вы знаете, ну, и он, в общем-то, не жаждет уехать в Москву, там, в Санкт-Петербург или еще куда-то, просит оставить его в Твери. И мне спокойнее, я совершенно точно могу сказать, что, ну, мы даем качественное юридическое образование, и я своего ребенка с удовольствием буду видеть в числе наших студентов. Соответственно, предлагаю всем родителям, которые еще раздумывают, тоже принять такое решение. Вот взять, допустим, пандемийный период, ну, мы практически минимально находились в полном дистанте, да, вот только когда были самые острые фазы, а так, ну, уже не говоря о том, что дистант у нас, это вот по расписанию четко занятия только онлайн, да, то есть это не какая-то там выдача заданий, да, и отсутствие непосредственного общения. По возможности мы старались сразу же выводить либо в смешанный формат, то есть практические занятия очно, да, лекционные, поскольку там большие потоки оставляли в дистанте. Ну, сейчас надеемся, что все-таки сможем полностью в оффлайне, да, лицезреть. Нет, сейчас вроде бы, да, вроде бы эти ограничения. Вот, и когда смотришь на родителей, которые отдали своих ребятишек, ну, или ребятишки захотели выпорхнуть в Москву, там, или в Санкт-Петербург, и сидят в дистанте семестрами, годами, отдают, ну, прямо скажем, гораздо более приличные суммы за платное обучение, нежели Тверской государственный университет предлагает. Ну, в общем, наверное, это, безусловно, кусочек рекламы, но, поверьте, он очень низкий. Но, тем не менее, вы как мама говорите, даже больше, да, куда бы вы отдали свои детяти. Александра Васильевна, ваше пожелание жителям региона, почему юридическая специальность, это очень важно, почему нужно убирать ее, юноше, обдумывающему житье? На самом деле, мне кажется, что самый большой плюс юридической профессии и вообще профессии юриста, то, что это универсальная профессия, ты можешь работать где угодно, вот, на самом деле, вообще без преувеличения, потому что у нас есть прекрасный опыт, ну, понятно, про охранительную структуру, адвокатуру, мы уже сегодня обсудили, прекрасный опыт, люди открывают свой бизнес, свои юридические фирмы, становятся индивидуальным предпринимателем, причем это совершенно не обязательно оказание юридических услуг, юридические знания помогают реализоваться в любых сферах, потому что для того, чтобы начать, стартовать, чтобы сопровождать этот бизнес, все равно нужны юридические знания. Это государственная служба, причем не обязательно, это юридическая служба, это может быть любой вид должностных вот таких обязанностей, но юридические знания, они везде нужны, всегда и не даром, на каждом факультете преподается дисциплина под названием правоведение, что говорит о том, что правовые знания, они актуальны для всех абсолютно и без исключения, а углубленные правовые знания, это прекрасная возможность для дальнейшего будущего. Я думаю, что ваша специальность, она для современной России очень необходима, очень нужна, она своевременна, и я думаю, что у вас конкурс будет еще больше, какой-то большой конкурс в поступлении? Ну, на бюджетные места, поскольку их у нас не очень много, конкурс изначально очень высокий, да, вот когда только начинается подача заявлений, понятно, что кто-то потом подаст подлинник документа в другой вуз, да, но изначально там, мне кажется, и 20 человек на место может быть, вот, что касается платного обучения, ну, здесь тоже у нас всегда спрос достаточно большой, надеемся, что он не будет снижаться, и ждем с удовольствием всех, кого мы заинтересовали, да, и кто видит себя юристом. Спасибо огромное за участие в программе, всем пожелаем здоровья, всем пожелаем того, чтобы никогда не уставали учиться, да, учиться можно до конца своих дней, и это только на пользу. Спасибо, уважаемые друзья, будьте здоровы, не болейте, до свидания. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова